МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема литургического сна была мне интересна с детства. Причем интересна и страшна. Дело в том, что первые мои познания о психиатрии, о различных заболеваниях, были как раз связаны с литургическим сом. Это первое, что мне рассказала моя покойная мать. Причем рассказала с позиции медика, с трагическими медицинскими историями болезни и о том, как сложно дифференцировать это состояние от реальной смерти человека. К счастью, уже став вначале психиатром, неврологом, а потом сомнологом, я увидела развитие современных технологий, которые позволяют диагностировать наличие или отсутствие смерти мозга, наличие биоэлектрической активности даже у тех людей, которые находятся в глубоком бессознательном состоянии и под вопросом вообще смерти мозга, и под вопросом, когда возникает вопрос наличия или отсутствия литургического сна. Но вот эти детские воспоминания и вот эти детские страхи и рассказы о том, как Гоголь умер, и, к сожалению, он страдал психическим заболеванием, скорее всего, это было кататоническое состояние, кататонический ступор, который проявляется у пациентов в шизофрении, и, находясь в этом состоянии, он был похоронен. А далее при вскрытии гроба увидели, что он двигался. Но эта история, она не имеет медицинского подтверждения. Вполне возможно, что это миф. И вы знаете, что после смерти, к сожалению, люди двигаются. Процессы, которые происходят при разложении плоти, выделяется большое количество газов, и движение после смерти уже похороненных людей, она описана как медицинские факты. Не обязательно, что Гоголь проснулся, не обязательно, что он страдал психическим заболеванием, и не обязательно, что он был в кататоническом ступоре, и его похоронили заживо. Но вот эти детские воспоминания, они до сих пор меня пугают. И я просыпаюсь, и даже раз мне снился сон, связанные с литургическим состоянием. И я радуюсь, что мы живем в современном веке, где есть такие исследования биоэлектрической активности, как видеогомониторинг, как полисонография и другие методики. И мы уже сейчас можем это дифференцировать. Что такое литургический сон? Это или изменение, или потеря сознания при сохранении основных жизненно важных функций – дыхание и сердцебиение. Но дыхание при этом становится поверхностным, урежается и урежается сердцебиение. И порой очень сложно отдифференцировать. Или пациент находится в глубокой коме, А если рядом стоящий человек, оценивающий смерть, не является врачом, то такое состояние можно рассоединить как, к сожалению, смерть. Литургический сон Область знаний Какие же причины литургического сна? Ну, наиболее частые причины – это, конечно, психические расстройства. Вообще, существование литургического сна как отдельного нозологического заболевания ставится под сомнением. Реально, есть ли литургический сон? Скорее всего, это ряд других расстройств, таком или расстройств сознания, или в рамках соматического заболевания, в рамках психического состояния, в том числе кататонический ступор при шизофрении, раньше считался литургическим сном. Бывает литургический сон, связанный с истерией, с тяжёлой психопатией в виде истерического грубого расстройства. Кстати, такой случай был описан в прошлом веке у Надежды Лебедевой, которая проспала, точнее, находилась в литургическом сне в течение 20 лет. И проснулась она только после того, как умерла её мама. Естественной смертью. Заснула она в 34 года, проснулась в 54 года. А поскольку умерла мать, то некому было за ней ухаживать, и она проснулась. Такие страшные истории происходили. Это действительно трагедия для семьи, трагедия для этой женщины, которая, поругавшись с мужем, получила какую-то стрессовую ситуацию. И не исключено, что данная пациентка страдала тяжёлой истерией. Но история об этом умалчивает. Мы не можем оценить в настоящее время, потому что недостаточно собран анамнез до этого состояния. Это состояние было расценено как литургический сон. Очень интересный факт, что литургический сон не существует как отдельное нозологическое заболевание. Нет такого заболевания. Это особое состояние при сохранении основных жизненных функций с изменённым сознанием или с отсутствием сознания. Поэтому оно может быть в рамках психического, инфекционного заболевания, других соматических расстройств. И при просыпании, при выходе из этого состояния, в зависимости, какое расстройство вызвало данное состояние, пациенты или помнят, или не помнят период литургического сна. Очень многие, если это литургический сон, связан с тяжёлой истерической психопатией, после просыпания помнят практически всё. Более того, этот литургический сон, управляемый, как в истории с Надеждой Лебедевой, именно когда мама умерла и когда некому стало ухаживать за ней, она моментально проснулась. Если литургический сон связан с кататоническим ступором, то есть имитация литургического сна, это реально психиатрическое расстройство, кататонический ступор, то, скорее всего, при просыпании пациент будет помнить отрывочно то, что происходило вокруг. Состояние литургического сна первое описание мы можем найти у Гиппократа. Это довольно старое заболевание, то есть эти расстройства наблюдались, вероятно, с начала эры человечества. Такие состояния даже описаны в сказках, например, сказка о спящей красавице. Я понимаю, что эта спящая красавица страдала литургическим сном, связан ли он был с энцефалитом или связан был с психическим заболеванием. Очень сложно, но уже с детства понимая, что такое литургический сон, и зная, как ухаживать за этими пациентами, я всегда думала, кто же сто лет через сон кормил эту спящую красавицу. То есть это ребенку было семь лет, и я уже думала об этом. Как же она кормилась? И у меня уже на тот момент были сомнения в отношении литургии. Но очень многие религиозные обряды захоронения, они учитывают возможность особых состояний, в том числе литургии, и захоронение живого человека, поэтому в православии хоронят на третий день. Такие же есть различные обряды у евреев. Литургический сон Область знаний Последний случай массового литургического сна был описан в 2011 году, то есть уже в наше время в Казахстане, в селе Калачи. Причем жители довольно быстро, в день количество таких пациентов увеличилось, начинали засыпать, и практически одновременно заснуло 50 человек. Причину данного состояния до сих пор никто не выяснил. Можно, конечно, говорить о массовой истерии, в чем я очень сомневаюсь, потому что это все происходило в одной деревне, и засыпали и млад, и стар, и женщины, и мужчины. До сих пор как врачи, так и другие специалисты, эпидемиологи не могут четко сказать причину с той массового литургического сна, но можно заподозрить какое-то отравление, поскольку рядом находятся урановые шахты, но все виды отравления должны давать в большинстве случаев не изолированное отравление головного мозга, а все-таки отравление всего организма, тогда бы были какие-то симптомы другие. Я больше склоняюсь к биологической теории, потому что на территории Казахстана находятся биологические лаборатории, и, к сожалению, сейчас это такая мировая проблема, и вполне возможно, был какой-то выброс или выброс связан с биологической какой-то естественной мутацией какого-то вируса, который есть в природе, или это биологические лаборатории, и возник энцефалит, массово возник энцефалит. К счастью, он не злой энцефалит, никто не погиб, и все из этого состояния литургии вышли. То есть природа энцефалита здесь в первую очередь обсуждается. Такой энцефалит был, правда, более злой, с более тяжелыми исходами. История повторяется. После Первой мировой войны, в начале прошлого века, такие случаи литургического энцефалита продлились в течение 10 лет, до 1927 года. Первое такое состояние описал австрийский невролог Константин фон Эконома. И таких случаев было несколько тысяч за рубежом. И в Советском Союзе 12 тысяч человек тоже, к сожалению, заболели литургическим энцефалитом. И многие из этих пациентов потом вышли в такое угрозное заболевание, как паркинсонизм. Такие пациенты впадали в оцепенение, понимали, что происходит, но не могли двигаться. Данное расстройство было выявлено и определено при вскрытии. Наблюдалось поражение верхних отделов ствола мозга. Данное поражение вызывает двигательные нарушения, похожие на нарушения при паркинсонизме. И также это поражение вызывало оцепенение и впадание в состояние, похожее на овощи. То есть выглядели эти пациенты как овощи, хотя при этом они находились вот в этой скорлупе отсутствия движения. Они не могли двигаться, побудительно двигаться, то есть при приказе двигаться или самостоятельно. При этом понимали и видели, что происходит вокруг. Другое расстройство, похожее на литургический сон, которое относится к другой группе, а именно к гиперсомнии, является синдром спящей красавицы. Что это такое? Это заболевание, имеющее разнообразную этиологию, причем как генетическую, так и инфекционную, и связанную с черепно-мозговыми травмами, которые характеризуются гиперсомнией, то есть очень длительным сном в течение дня. Обычно пациенты спят от 18 и более часов. В состоянии сна они с трудом просыпаются, не могут вести ежедневную какую-то, проводить работу, одеваться, учиться, работать. Любое движение у них вызывает раздражение, наблюдается апатия, вялость, агрессия. И просыпаясь на короткий промежуток времени, допустим, от 2 до 6 часов, в это время они едят, ходят в туалет, разговаривают и ведут себя иногда абсолютно нормально, иногда наблюдается сонливость, сужение сознания, спутанность и даже галлюцинация. Такие состояния наблюдаются по несколько раз в год. Это может быть один раз в квартал, может быть один раз в 6 месяцев, и длятся 2-3 дня. Есть случаи, описанные до 6 недель. Появляются такие состояния чаще в возрасте от 10 лет, хотя описано в литературе инициация такого расстройства даже в 4 года, и далее длятся до 40 лет, и в ряде случаев спонтанно заканчиваются. К сожалению, в других случаях данное расстройство продолжается. В последнее время все чаще в литературе появляется мнение, что данное расстройство связано с генетическими мутациями, поскольку оно характерно для лиц еврейской национальности, а именно ашкеназии. Частота появления 1 на миллион, 1 на полмиллиона. И также в пользу генетической предрасположенности говорит то, что данное заболевание как быстро появляется, неожиданно, так часто быстро заканчивается в возрасте 40 лет. Хочется закончить сегодня на позитивной ноте. Описанные расстройства наблюдаются крайне редко. Это раз. Во-вторых, современные методы исследования позволяют практически со 100% вероятности исключить диагноз «смерть» при литургическом сне и участь Гоголя в наше время уже 100% никого не затронет. Рассказывала врач-невролог, заведующая лабораторией сна и эпилепсии Медицинского института имени Березина, члена Российского сомнологического общества Надежда Королёва. Область знаний Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова